Думы Главное в ибанском обществе, думал почвоед, есть братья. Это аксиома. Не поняв это, не поймешь ничего. Братья здесь не только руководящая сила и власть. Она есть нечто значительно большее. В том-то и состоит суть дела. Братья в Ибанске сама есть общество в обществе. Общество высшего ранга. Все внебратийное есть социальная среда братья, как самодавлеющего общества или общества низшего ранга. Мы ушли вперед от Запада именно потому, что создали общество в обществе. Общество высшего ранга. Сверхобщество. Естественно, общество высшего и низшего рангов должны жить по разным законам, а у нас их смешивают. И граждане должны делиться на две принципиально различные группы. Небратийные образуют резерв для братийных. Дети. Но не все. Даже сейчас можно заранее предсказать, какие дети со временем вступят в братью. А с годами это станет еще определеннее. Так что деление граждан по рангам можно проводить, включая членов семей, в ранг глав семей. Это факт. И от него никуда не денешься. Факт социальный, а не биологический. Так что никакого расизма тут нет. Конечно, грани тут не абсолютные. Возможны переходы из общества одного ранга в другое, но в целом и в главном уже теперь имеется явная стабильность. Очевидно также, что члены общества высшего ранга должны иметь привилегии сравнительно с членами общества низшего ранга и осуществлять власть над последними, как над своей колонией. Надо продумать правила жизни в каждом из этих обществ и их взаимоотношений доскональнейшим образом. И внедрить их так, чтобы все воспринимали эти правила, как нечто совершенно естественное и неоспоримое. Без идеи превосходства одних людей над другими в масштабах целого общества, жизнь теряет смысл и интересность. Почему люди не видят этого и не хотят признать как факт? Боятся? Чего боятся? Аналогий. Но сокрытие реальности и лицемерия со временем дадут гораздо худший эффект.